МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Ивнатенко. Глядите ух этим выпуском. Люди с необмежеванными макшимостями. Гомельские инвалиды-колясочники отважились на скачки с парашютом. Кольцевые пересечения, светлофоры, велодорожки. У Петриковы протягиваются масштабные работы по реконструкции. Час вызначится с профессией. В НУ почали прием документов. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Люди с необмежеванными макшимостями. Гомельские инвалиды-колясочники отважились на скачки с парашютом. Их экстремальный учинок можно было убачить сегодня на аэродроме Зябравка. За имя назирала и наш корреспондент Ганна Коральчук. Часверо смельчаков, два хлопца и две девочки приехали на аэродром у шесть годзин ранецы. Перед полетом их чакал подробязный инструктаж и беспечная экипировка. С допомогой подвесной системы колясочников ясча на земли подняли у поветра, каб отпрацовать поставы рух и ног у полете. Не глядячи на всю физичную и моральную нагрузку, хвалявание перед скачками зусим не бачно. Некоторые навод не заручались под трымкой родных и свое маленькое варьятство трымали у сокретия. Часно скажу, я никому не сказала. Сказала только одной подруге, а родителям, родственникам не говорила. Поскольку думаю, что мне бы, наверное, убеждали, чтобы я отказалась, поэтому, чтобы родственники были спокойными, я им скажу уже по факту, когда это случится. Для людей, які у звычайном житти вымушены перасовываться у инвалидном кресле, гэты крок у неба подобны подзвигу. У такой ситуации основная отказность ляжить на инструкторы, які скачут в тандеме с колясочником. Сложность в том, что у человека неподвижны ноги, и его дополнительно, вот как вы видели, нужно было вывесить, отдельно подготовить психологически, морально и физически. Дополнительно используется оборудование для фиксации его ног, чтобы в полете они не заставили дискомфорт саму тандем инструктору. Без разницы, где они будут находиться, человек справится в любом случае. Но чтобы человеку не заставить дискомфорт, приходится их фиксировать. С обычным человеком человек сам их контролирует, и в свободном падении он владеет своим телом. Мы просто его немножко корректируем. В этом же случае нам приходится корректировать положение тела полностью от самого начала до самого конца. Опошня под рыхтовка перед скачком, посадка и вось самолету взлетая у неба. Доброе надворье додает позитиву. Вышеня скачка коля 2 тысяч метров над землей. И уже только один крок отделяет себе от поветранной просторы. Глубокий уздых и разумеешь, зараз я зараблю гэта. Палет дожится коля трех хвилин, але эмоции хапая на усе житцё. Подчас палету спинальники могли не только назирать за краевидами з вышыни, не которые спрабывали керовать парашютом лунаючого облоках. Для кожных из гэтых смельчаков сегодняшний день стал перемогой. Перемогой над собой. У-у-у-у, супер! Пойдем! Когда, ну, раскрылся парашют, и он начали лезть медленно. Ну, сердца аж хватало, ну, просто класс. Идеально красивая земля сверху, маленькие дома, леса, поля. Все это удивительно красиво. Ну, и поток. Молодые люди присвятили свои скачки 75-ю годзю вызволения Беларуси от фашистов. Кабушиновать память героев, які змогались за родзиму, инвалиды у свою чергу здействнили одважный учинок, проявивши смелость. А кроме того, на своем прикладе они показали, что физичные обмежевания не перешкоджают заняткам спортом и здоровому ладу життя. Кто шукает, то и за все дызной демагчимасти. Головное жаданне. В 2018 и в 2019 году реализуем нашу инициативу от здоровья каждого к здоровому обществу. В рамках проекта БелМед мы хотим показать, что ведя здоровый образ жизни, можно много чего в жизни добиться. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, телерадио Компания Гомель. У Петрикове протягиваются масштабные работы по реконструкции. Яны закранули объекты жильевого фонду, социальные сферы и места отпочинку. Особная увага – модернизации в уличнодорожной сетки. У обновленном городе з'явятся новые кольцевые пересечения, светлофоры, а так само велодорожки. Запотрабованныеся родмясцового насельництва. Ходом работ потекавился Дмитрий Котау. На стады и подрыхтоки работ по доброупорадкованию в уличнодорожной сетке с упрацовниками, да и проведенный анализ. И он свечит, что вельми часто отбываются дорожно-транспортные сдарыни с уделом автомобилистов и велосипедистов. До того же двухколовый вид транспорта вельми расповсюдженный с родмясцового насельництва. Его владельником з'является Амаль Кожный Пятый, Жихар Петрикова. И тому решение об створении велодорожек не просто потребование часу, а не обходность, якая дозволить значительно снизить рызаку ДТЗ в будущем. Очень радует то, что в городе появились велосипедные дорожки. Раньше как таковых не было. И сейчас получается, я спокойно могу передвигаться по городу, не создавая препятствия тем самым движущемуся транспорту и пешеходам. Велосипедные дорожки у Петриковой будут трех видов. Особные, сумещенные с пешеходными, а так само выделенные уздош проездные частки, отделенные разметкой и специальными техничными сродками. Что дозволить полностью минимизовать махчимость сутокнения велосипедистов с автомобилями альбо великогрузами. Сигнальные столбики, которые имеют световозвращающую поверхность, в темное время суток они дополнительно информируют водителей путем отражения светофар. В дневное время суток они видны в виде барьеров, которые препятствуют въезду транспортных средств на велосипедную дорожку. По мнению госавтоинспекции, такой способ организации дорожного движения путем выделения отдельных велосипедных дорожек от движения транспортных средств позволит повысить безопасность дорожного движения и сократить количество совершенных ДТП с участием велосипедистов. У целых за опошние месяцы проведена авиализная работа по добропорадкованию в улицах. На некоторых из них уже усталеваны новые огороджика для припынков громадского транспорта, регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Побудованы два кольцевых пересечения, проведена модернизация ранее иснуючего. До речи, подобные объекты подтвердили свою корысть у инших городах в области. Строительство кольцевых пересечений направлено, конечно же, на повышение безопасности дорожного движения. Данные кольцевые пересечения зарекомендовали себя только с положительной стороны. И они служат для минимизации тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий. То есть безопасность дорожного движения повышается, а уровень аварийности снижается. Так само в планах заявление трех новых светлофоров. Полностью работы по добропарадкованию в уличной дорожной сетке Петрикова завершить на приконце вересня подшатку костричника. Змитрий Котов, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» с Петрикова. Повышение якости обслугования пассажиров сгодно с потребованиями сучасности. В регионе протягивают удосконаливать мобильный додаток «Транспорт.БиВай». Некольки месяцев юндейничая у меже Гомеля. Заразы могут скорыстаться и жихары буйных районных центров. Мобильный додаток бесплатный, распространенный для операционной системы «Андроид» и доступный у «Плеймаркет». Раз в месяц он будет пристосованный и для уладальников смартфонов, которые поддерживают систему «Айос». «Транспорт.БиВай» допомогает в режиме онлайн отсутствовать рух громадского транспорта – автобусов, троллейбусов, маршрутных такси. Система также предполагает сегодня разработки удобного маршрута по всей Гомельской области тоже. То есть пассажир, скачав это приложение, может проложить удобный маршрут не только по городу Гомель, по передвижению, а также по всей Гомельской области. Система «А.БиВ» покажет, задаст кратчайший, удобный для него вариант как в передвижении, так и передвижении именно в транспорте. Подобные программы деяничают и в инших областях краины. Однако мобильный додаток, распрацованный для шахаров Гомельщины, имеет значительно больше функций. Например, можно отсутствовать рух автобусов, оснащенных кондиционерами. Транспорт «БиВай» вельми зручный для пассажиров с обмежеванными махчимостями. Продогледжена опция, которая позволяет оперативно доведаться об наявности мест для инвалидных колясок и спецобсталевания в транспорте на потребном маршруте. Мобильный додаток будет удоскональаться. Среди ближайших нововведений махчимость с ягодопомогой оплучивать проезд. Рух по новым автомобильным мостам прозраку СОЖ в Гомельском районе плануется открыть 7 листопада. Массивная конструкция протяглостью 520 метров размещается на автомагистрале М8 Е95 межа Российской Федерации Витебск-Гомель, межа Украины. Новый мост будуется побач с былым, який отслужил больше, как 30 годов. Нагадаем у початку минулого года по заключенні Белорусского дорожного науково-доследчего института автопераход прозраку был признанный аварийным. Особные элементы у контрольных зонах оказались опошкоджены корозией. Одразу по им закрыли рух великогрузов, а позднее усіх видав транспорту. Будовництво нового моста почали у листопадзе 2018-го. Працайде у круглосуточным режиме. При этом будовники отмовились от типовой конструкции жалезобетонными элементами, характерные для минулых годов. Новый мост у Гомельским районе целком металличный. Его грузоподымальности термин службы будут уразы вышейшими. Зараз мостобудовники сбирають металличные конструкции. После этого специалисты приступят до уладкования гидроизоляции. А затем финишная промая. Кладка асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки. Мы сегодня дошли уже до третьей опоры с металлом. Весь металл из 260-90 тонн на сегодняшний день осталось поставить 84 тонны металла. В принципе, весь металл на сегодняшний день до конца месяца будет поставлен. Тут у нас задержек не будет. Разработан детальный график возведения моста. Так сказать, даже ежедневный. Каждую неделю на объекте проходят расширенные совещания типа штабов наших, где рассматриваются все вопросы. 7 ноября мы планируем по протоколу президента Республики Беларусь открытие движения по мосту через реку Сож. Это не говорит о том, что мост будет сдан в эксплуатацию в полном объеме. Работы будут продолжаться как по устройству дамб, по укреплению конусов и разборке старого моста. Протягиваем выпуск. В неделю 14-го лепени податковая система Беларуси означает свое 29-й годе. На передании профессийного свята выники работы в этом году подвели супрацовники областной инспекции. Профессийное свято – добрая подстава – собраться разом, обмерковать достижения и удокладить планы. До речи, сейчас в Гомельской области в податковых инспекциях працуют около 740 человек, 80% из которых – женщины. А по эффективности работы супрацовников можно мерковать по тем факте, что в регионе выконываются все запланованные показчики. У приватности по часу гульного схода огучивается такая личба. У консолидованный бюджет в области с початку года пераличены 1 миллиард 300 миллионов рублев. Яшчая одна задача податковой системы – соединение самозанятости насильництва. У гэтым накерунку на Гомельщине так само досягнуты значные поспехи. Благодаря двум нормативным документам 364-му и 337-му указам главы государства, которые позволили осуществлять деятельность по разрешительному принципу без регистрации государственной и осуществлять ремесленную деятельность, мы за это полугодие приросли к соответствующему периоду прошлого года на 1948 физических лиц. В принципе, я не знаю в Гомельской области какого-то одного производства, которое было бы создано за последние полгода с такой численностью. Людям предоставлено право на законодательном уровне увеличить свои доходы и иметь, скажем так, место работы. Это очень актуально. А брать будущую? ВНУ распачали прием документов. У абитуриентов застаётся меньше, как тыдень, как вызначиться с выбором. Про новые специальности, якие селета з'явились у гомельских ВНУ, доведалась Вероника Гамзюкова. Про введение новых специальностей у ВНУ упор на IT, бизнес-сферу и коммуникации. Так, Международный университет МИЦОС с этого года начинает рихтовать специалистов по льгостичным за обеспечением межкультурных взносинов. У Белдута студенты смогут выучать информационные системы и технологии в бизнес-менеджменте. А триманные веды дозволят спрацовать программистами-бизнес-аналитиками. До речи, перед подачей документов все абитуриенты Белдута проходят с умове. В нашем университете выстроена своеобразная система профориентационной работы уже на стадии даже подачи документов абитуриентов. Мы находимся в аудитории, где проводится профориентационное собеседование с абитуриентами. Мы рассказываем им о том, кем они будут, какая работа их ожидает. Исходя из этого, ребята ориентируются и уже подают на ту специальность, которая действительно им была бы интересна. Наиболее востребованным специальностям на сегодня абитуриентов являются наши классические специальности. Это организация и управление перевозками на железнодорожном транспорте, а также тяговый и подвижной состав. У ГДУ имя Франциска Скарыны так само появились новые специальности бизнес-администрование и экономичная информатика. Студенты будут проходить подрыхтовку в сфере кирования эффективными бизнес-процессами и ведения электронного бизнеса. Кроме того, с этого года в ГДУ начнут рыхтовать и тренеров по легкой атлетации и футболе. Это уникальная специальность для региона. Ранее подрыхтовкой тренерских кадров займался только Белорусский Державный Университет Физичной Культуры. Одной из особенностей данной специальности спортивно-педагогической деятельности является необходимое достаточное условие, чтобы абитуриент имел не ниже третьего разряда спортивного, чтобы поступить на данную специальность. За первый день документы у Белдуд подали около 250 человек. У ГДУ имя Франциска Скарыны около 500. У приемных комиссиях лечат, что в этом году конкуренция будет больше высокая. Усяго высшие научные установки плануют принять омаль 55 тысяч человек. Жекается, что на бюджете будут научаться 26,5 тысяч студентов. Я буду поступать на специальности в состав железнодорожного транспорта, электрический транспорт и метрополитен. Об этой специальности, которую хочу поступать, знал уже давно, но они посоветовали еще несколько и рассказали более подробно, что будем сделать здесь. Я очень рада, я ждала переживала очень сильно. Социальная педагогика, ты работаешь с детьми, особенно это мои, так сказать, любимые деточки, с ними работаешь, с ними так хорошо, уютно. Сразу поняла, что такая профессия мне подойдет. Подала документы на факультет иностранного языка, потому что я считаю, что английский язык сейчас очень современный и он нужен. Мама, наверное, больше переживает, конечно, это очень волнительно, это такой серьезный шаг в жизни каждого человека, но к нам хорошо здесь отнеслись и помогают и поддерживают, успокаивают, что все будет хорошо. Этот этап уступной кампании будет продолжаться по 17 липня. Высшая научная установка силовых структур, а так само творчая ВНУ, принимает документы до другого женивня. Вероника Гомзюкова, Валерия Гопанько, телерадуя кампания, Гомель. И они изменили служебную форму на спортивную, как вызначить самых спрытных, мощных и креативных. На базе возера Старык в Гомельском районе проходят 16 республиканских туристичных взлет работников мытных органов и предприятия Белмыцервис. В программе семь с поборництва у тем лику творчая. За звание переможцы смагаются 11 команд. На место спортивных баталий побывала наша здымочная бригада. Водный слалом, биатлон, гировый спорт, полоса пирожкот и волейбол с закрытой сеткой. Все это еще напереде. А сейчас рашисты открыть туристичного взлету. 16-й год за Барьян избираются разом, как проверить командный дух на трывалость. Самое главное, чтобы дух соперничества никогда не перекрывал тот дух братства, который всегда у нас присутствует последние 16 лет на таких мероприятиях. Умытным комитете распроцована целая сетка спортивных чемпионатов, размеркованных на год. И заусюдых это командные с устречей на разных пляцовках краины. На их высветляют лепших, однако все застаются одной командой. Вот сейчас им необходимо продемонстрировать выдатную физическую подрыхтовку, высокую худкость и зладженность ДНО. Первое выпробование водой. Услалами удельники передольвали на байдарках так званые вороты у строго вызначенном парадку, да еще и на худкость. Подтримка сбоку глядачу очувалась мощная. Не глядяши на то, чья команда выступает, аплодисменты и веншевание с финишем гучали от усих. Стомленность снимала як рукой. Больше волнения перед стартом. Когда садишься в байдарку, берешь в руки весло, обо всем забываешь и нацелен только пройти без ошибок. Трасса проходится на одном дыхании и команда очень хорошо слышна друг друга, как переговариваются. Выники с поборницей подведутся уже завтра. Евгения Кухаронок, Игорь Марышенко, телерадио, компания Гомель. Театр уже текожных. Гомельский областный драматичный театр и газета Гомельские ведомости проводят конкурс для фотографов и фотоаматеров, которые промерковали до святкования в 80-ти годе театра. Да, в дело запрашаются все жадающие в возрасте от 16-ти годов. Тематика работ театру и в разностаенных проявлениях. Это могут быть фотографии актеров и спектаклей, або закулисные, неформальные фотографии, с дымки на фоне будинка театра в фойе або глядельной зале. От одного человека принимаются до 5 работ. Их треба дослать по электронной почте або на электронном носьбите почтой. Тепрамой доставкой в областный драматичный театр. Фото принимают до 31-го жнивня. Пераможцов вызначать до 30-го кастричника. Авторы лепших фото отримают сертификаты на бесплатный проглядь спектакля в 81-м театральном сезоне. Лепшие конкурсные работы представить на выставе и интернет-сайтах. Это и так самые новые новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире.